всем привет сегодня разбираю квартиру которая находится в жилом комплексе изумрудный бор почему-то до сих пор я не сделал еще обзора на этот замечательный жилой комплекс но тем не менее люди оттуда приходят обращаются чтобы я для них сделал планировку и вот ко мне обратилась семья с ребенком с просьбой разобрать их вариант который они приобрели в этом жилом комплексе их вариант это квартира с двумя спальнями и одним большим общим пространством поэтому давайте смотреть я думаю что будет интересно и познавательно итак рассказываю с каким запросом пришли ко мне эти замечательные ребята муж жена и сын 3 года что требуется кухня гостиная кухня желательно с отдельным островом но знаете этот тренд все больше набирает популярности большая обеденная группа то есть стол вместительный диван где можно было бы отдыхать и валяться всей семьей спальня для родителей с отдельным санузлом слышите запрос до застройщики если вы смотрите у всех заказчиков такой запрос отдельная спальня со своим санузлом отдельная детская комната в коридоре хотелось бы организовать вместительный гардероб внимание на это тоже обращаю внимание вместительный гардероб глядя на вашу планировку уважаемые застройщики вместительного гардероба тут мы не наблюдаем для супруга в доме нужно организовать рабочее место компьютерный стол то есть где-то человек должен дома работать об этом я тоже все время говорю где-то это место обязательно должно быть пожалуйста обращайте на это внимание что еще из пожеланий из пожеланий обязательно организовать две ванны с местами где можно мыться ну то есть чтобы сразу одновременно можно было помыться в двух в ванных чтобы это нужно для того чтобы не создавались проблемы по утрам когда мы собираемся на работу садик и так далее вот это очень грамотное пожелание и так а что мы имеем давайте посмотрим чем нас порадует застройщик и так вот вход в квартиру заходя мы попадаем в холл 13 с половиной квадратных метров это очень прилично по нынешним временам но тут такая конфигурация что шкафы поставить некуда друзья посмотрите вроде бы застройщик попытался разместить два шкафа но во первых они стоят очень неаккуратно в пространстве они мешают проходу в одну из комнат видите как выпирает вот этот вот угол об которой мы будем запинать во вторых грязи грязная зона остается через которую мы все время будем ходить когда захотим пройти в ванную или вот в эту спальню то есть неизбежно через грязевую зону наш путь будет всегда пролегать это неудобно дальше в одной из ванных стоит стиральная машина но это сразу же плохо так делать нельзя нужно делать отдельное место под стиральную машину смотрим дальше есть кухня-гостиная в гостиной стоит огромный стол вокруг которого очень много места а сам кухонный гарнитур очень маленький и расположение приборов неправильно ребята давайте запоминайте кухня рядом с кухней должна быть мойка они варочная поверхность как здесь а потом уже варочная поверхность почему потому что из холодильника мы должны продукты достать помыть и это должно быть в зоне доступа дальше эти продукты идут на разделочную часть кухонного гарнитура то есть там мы что-то с этим делаем режем там как-то готовим а потом уже отправляем вариться или жариться правильно то есть вот логика такая здесь очень маленькое расстояние между островом и основным кухонным гарнитуром что делает пользование этой кухне не комфортный ну то есть не развернуться будут столкновения мешаем друг другу плохо открываются дверки выдвигаются ящики это неудобно идем дальше спальня смотрите заходим в некий тамбур с одной стороны это хорошо потому что это звуковой буфер из этого тамбура мы можем попасть в санузел и рядом спальню значит про спальню когда мы заходим спальню мы сразу же упираемся в кровать это неправильно так неудобно не должно быть потому что мы должны зайти на некое такое свободное пространство но это в идеале а не упираться в кровать ну и тому кто лежит на кровати не комфортно когда кто-то входит и прямо вот в него упираются это неправильно то есть должна быть другая компоновка а посмотрите шкаф ну вот скажите мне пожалуйста вот здесь шкаф ну максимум полтора метра шириной а это спальня для двоих да ну то есть предполагается я так думаю что это для родителей спальни потому что здесь тамбур перегораживается и вроде как мастер спальни получается так вот этого шкафа для двоих недостаточно чтобы доказать мой тезис пойдите и посмотрите у себя на свои шкафы а теперь когда вы посмотрели сходите по квартире и посмотрите а где еще хранятся ваши вещи и вы поймете что полтора метра это катастрофически мало я могу сказать по своему опыту значит у меня дома шкафов почти на два метра ну чуть поменьше и у моей жены на два метра то есть нам на двоих в идеале надо 4 метра шкафов и надо сказать что это не очень много у людей то и бывает одежды гораздо больше ну хорошо что если шкаф поставить более вместительный то есть по длине и тогда шкаф упрется в окно посмотрите он прямо об и часть окна загораживает опять непонятно почему так сделано и в чем удобство такого решения в общем здесь надо переделать санузел обратите внимание как стоит унитаз и он практически касается краем раковины это значит что пользоваться этим унитазом будет неудобно то есть когда вы на него сядете вы будете вот так сидеть понимаете вот руки вы уже так не раздвинете а когда вам надо встать с него это конечно может быть вещи не очень такие приятные для уха и которые не принято говорить высшем свете да но извините это банальное удобство это наши необходимые потребности которыми мы так сказать вынуждены пользоваться каждый день да и это должно быть удобно мало того что здесь раковина маленькая она вот такая туда ладони не залезут так она еще стоит так что там не развернуться не повернуться не нормально на унитаз есть не встать с него не попу не вытереть извините меня пожалуйста но а что делать рядом стоит душевая кабина которая минимального размера минимальный размер у душевой кабин это 80 на 80 сантиметров но если вы очень худой то может быть вам еще и ничего будет но кстати при этом худой и маленький потому что худой высокий все равно будет неудобно потому что руки-то длинные он так поднимет локти человека и упрется в стенке короче это неудобно во второй ванной стоит стиральная машина это тоже как бы плохо это я уже сказал но есть теплая лоджия вот она теплая лоджия которую все нафиг сносят и увеличивают пространство зачем ее делают непонятно ну да есть пожарные нормы но так извините вы либо делаете так чтобы их невозможно было нарушить а вы же как при продаже квартир говорите ну уберете перегородку увеличите пространство ну все так говорят да то есть вы сами провоцируете на это самое нарушение и конечно же все нарушат окей в общем про проблемы я проговорил вот именно из-за того что есть такие проблемы заказчики обращаются ко мне чтобы я их исправил и сделал планировку удобной и комфортной давайте смотреть что я сделал во первых я полностью перепилил прихожую то есть это совсем другая организация смотрим заходим в квартиру и попадаем в обособленное пространство грязевая зона в которую более заходить мы не будем когда находимся в квартире рядом гардероб ребята вот это стопроцентное выполнение пожелания клиента большой гардероб при входе он есть мы зашли в гардероб есть два шкафа огромных пожалуйста там все что угодно можно разместить есть большой комод пожалуйста в прихожая здесь сверху сумки картины корзины что хотите цветы поставьте ключи бросьте внутри гардеробно есть пуфик он небольшой его можно переносить туда-сюда пожалуйста садись обувь снимай одевай в общем вот это вот пространство получилось очень комфортным и удобным я бы даже сказал идеальным в условиях наших современных квартир вот берите на заметку и делайте у себя вот так же тогда прям вот вы ощутите как это комфортно дальше при входе есть ванная в ней раковина унитаз и самого корыто ванной непосредственно то есть можно мыться умываться в туалет понятное дело ходить все это располагается вдоль длинной стены и вдоль длинной стены устроено хранение глубина 20 сантиметров снизу коммуникации сверху открываются шкафчики пожалуйста этим пользуйтесь и этого пространства хватит с лихвой чтобы все аккуратненько убрать с глаз долой чтобы в ванной была красота красота это что такое в первую очередь порядок навели порядок все чистенько а потом уже акцентами расставляете какую-то красоту хотите картину хотите красивый флакончик хотите букет с цветами в общем как хотите дальше детская комната большой стеллаж кровать столик небольшой но пока еще небольшой пока три годика знаете такие небольшие в икее такие продавались вот шкаф в нише ну есть спортивная стенка потому что парень должен заниматься спортом лазить по стенке короче она тут есть далее мы попадаем в общее большое пространство и вот здесь вот конечно она претерпела тоже изменения но во первых посмотрите какой я поставил диван не тот который был для гномиков да вот и кусенький маленький куда только детки могут сесть вдвоем и не больше понимаете застройщика нарисовал то есть он нарисовал диван такого размера который стоит в детских садиках теперь посмотрите на мой он больше почти в два раза это реальный размер мебели вот такой он должен быть напротив него телевизор между ними столик журнальный плюс кресло дополнительное стоит и осталось свободное место между этой мягкой зоны и между комодом который стоит как бы вот от окна напротив и на этом комоде мы уже можем организовать действительно какое-то красивое притягательное место чтобы глаз как говорится радовался это может быть картина это может быть какая-то композиция дизайнерская это могут быть растения стоять а может быть сервант на этом месте с какой-то любимой бабушкиной посудой ну в общем тут можно нафантазировать короче говоря получилось хорошая не не очень просторная но тем не менее вполне себе удобное пространство где есть и свободное место и вот мягкая зона и при этом нормального размера дальше кухня а вот кухню я поделил как бы на две части одна очень маленькая за очень тоненькой перегородкой это то самое рабочее место которое просили заказчики и вот она у меня получилось вот в таком закуточки как бы за кухней то есть гости придут даже сразу и не догадаются что там есть еще какой-то закуток где можно сидеть и работать да это небольшой полноценный кабинет да это не какой-то зал это не отдельная комната но тем не менее это свое собственное место где можно уединиться и спокойно работать сконцентрироваться на работе глядя в компьютер можно надеть наушники пожалуйста и ты сидишь работаешь тебя никто не отвлекает при этом вся жизнь вот она как бы тут проходит дети жена там готовит вот кухню пришлось сдвинуть но при этом посмотрите само пространство не пострадало а наоборот она стала более оптимальным теперь вокруг стола место достаточно и его не слишком много чтобы там знаете там дети там как-то бегали тремя рядами стоит у остров большой кухня стоит а в старом варианте от застройщика посмотрите есть очень много непонятного места свободного до что с ним делать не ясно то есть какую-то дополнительную мебель не поставить кресла нет цветы тоже не как-то нелепо все должно быть со размер на сейчас в моем варианте вот такая расстановка дает эту самую со размерность понимаете вот это очень важно это вопрос пропорций ну то есть такой простой пример чтобы вам понятно было если на маленькую машину поставить большие колеса то это будет смотреться но как-то нелепо да ну или наоборот на какой-нибудь land cruiser там колеса атаки это тоже какая-то какое-то чудо непонятное получится то же самое здесь со размер на все должно быть ну и самое интересное это мастер спальня она получилась как бы за кухне и за кабинетом мы заходим там скрытая дверь дверь открывается и мы попадаем в спальню из которой дальше уже в свою собственную ванную комнату кровать я поменял зеркально с тем как она раньше стояла теперь здесь и шкаф поместился но надо сказать что тоже не очень большой то есть все таки некуда ставить шкаф понимаете то есть вот место настолько мало что ну может быть там над рабочим столом еще какую-то антресоль придется сделать или возможно даже часть ну какие-нибудь кофты например в гардероб в прихожей утаскивать потому что по-другому поставить не получается зато получилось сделать большой ванную комнату здесь есть но это душевая скорее здесь душевая есть вот этот поддон в этом же поддоне стоит унитаз а кстати говоря вот многих это решение отталкивает потому что она непривычно а я вам предложу сейчас посмотреть уже готовый вариант реализованного нашего проекта вот буквально минутку гляньте реализованный проект сейчас хочу показать вам где душевая и унитаз совмещены то есть вот есть вот такой поддон вот унитаз и вот собственно говоря душевая вот так вот это выглядит очень использованы компактные полочки в которых все стоит вот так вот это изнутри слева шкаф со стиральной машины вот сюда все утекает вот и вот здесь вот у нас раковина вот с таким симпатичным зеркалом вот так я ну что можете дать свой комментарий вот я пользователь сейчас расскажет удобно или неудобно пользоваться вот такой системы души с унитазом мне очень удобно мы продумали не мы а иван продумал все эргономично и главное что вода будет унитаз мочить ну и типа как им пользоваться ну нормально но вода попала высохла типа крышку открыл и все да вот типа сюда если попал открыл все вода здесь сухо а пол быстро вода утекает и сохнет за счет теплого пола ну вот ребята вот вам отзыв то что вы посмотрели это пример этот проект мы уже давно реализовали люди живут и радуются вот такой вариант очень хорош и уместен тогда когда площадь небольшая этот вариант экономит место и делает удобным и комфортным в ванную помимо этого есть раковины естественно здесь большая а за шторками спрятаны всякие бытовые приборы стиральная машина и чтобы стиральная машина влезла она своей задней стороной как бы вот видите вдается в гардеробную которая при прихожей ну просто даже старый дверной проем можно не закладывать а прям туда поставить стиральную машину и таким образом мы сэкономим пространство вот друзья такая планировка у меня получилось на мой взгляд она полностью меняет сценарий жизни тех людей которые будут в ней проживать просто он станет лучше но сами посудите мы зашли в прихожую она комфортная красивая просторная и много мест для хранения это же отличается от первого варианта отличается дальше у нас кухня гостиная она со размер на друг другу стол остров за которым можно всей семьей готовить большой диван телевизор и здесь троим человеком комфортно и гостей принимать комфортно отличается от от варианта предыдущего конечно отличается мастер спальня появилась с душевой которая больше по размеру чем изначально она была стиральная машина не мозолит глаза вам ни в одной из ванных комнат не на кухне нигде она просто спрятана а вот теперь представьте что в этой квартире вы проживаете много лет а теперь представьте что вы проживаете много лет в варианте номер один от застройщика и как со временем вот это недовольство у вас накапливается да ну вот в прихожую зашли как-то шкафы непонятно их мало как-то они неудобно стоят вас это немножко раздражает понятно вы привыкните но со временем это будет накапливаться 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 а потом взрыв и все ругались а вдруг это станет уже последней каплей такого быть не должно поэтому делайте идеальные планировки это сценарий вашей идеальной и счастливой жизни пользуйтесь услугами классных дизайнеров ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик да пребудет с вами муза всем пока